Первый царств, 18. И случилось, когда он закончил говорить с Шаулом, что существо Яхунатана слилось с существом Дауда. И Яхунатан полюбил его как свое собственное существо и взял его Саул в тот день и не позволил ему больше вернуться в дом отца своего. И Яхунатан и Дауд заключили завет, потому что он любил его как самого себя. И снял Яхунатан одежду, которая была на нем, и отдал ее Дауду, и одежду его, и меч его, и лук его, и пояс его. И пошел Дауд туда, куда послал его Шауль. Он поступил мудро, и Шауль поставил его над воинами, и это было правильно в глазах всего народа, а также в глазах слуг Шауля. И было, когда они вошли. Когда Дауд возвращался после поражения Фелишти, женщины вышли из всех городов и шарала с песнями и танцами, чтобы встретить Шауля-царя с бубнами, с радостью и музыкальными звуками. Инструменты. И женщины пели, танцуя, и говорили, «Шауль поразил тысячи его, а Дауд десять тысяч». И Шауль очень разгневался, и это дело было злом в его глазах. И он сказал, «Дауду дали десять тысяч, а мне дали тысячи. Что же ему еще, кроме правления?» И с этого дня Шауль смотрел на Дауда. И было на следующий день, что злой дух из Аллахима напал на Шауля, и он пророчествовал внутри дома, в то время как Дауд, как обычно, играл рукой на лире, и копье было в руке Шаула. Тогда Шауль метнул копье, ибо сказал, «Позволь мне разбить Дауда до самой стены». Но дважды Дауд удалялся от него, и боялся Шауль Дауда, потому что Господь был с ним, а от Шауля он отвернулся. Поэтому Шауль удалил его от себя и сделал своим командиром над тысячей. И он вышел и вошел пред народом. «И Дауд поступал мудро во всех своих путях, и Господь был с ним. И увидел Шауль, что он поступает очень мудро, и испугался его. Но весь Ишараль и Иуда любили Дауда, когда он выходил и входил перед ними. И сказал Шауль Дауду, «Посмотри на мою старшую дочь Мераб, я отдаю ее тебе, Какаша. Только будь храбрым ради меня и сражайся в битвах Яхуаха». Ибо Саул думал, «Да не моя рука будет против него, но пусть рукафи лишь темлян будет против него». И сказал Дауд Шаулю, «Кто я и что такое моя жизнь или клан моего отца в Ишарале, чтобы я был зятем царя?» И было в то время, когда Мераб, дочь Шаула, должна была быть отдана Дауду. Она была отдана Адриалу Миколафянину в качестве Ашаха. А Микаль, дочь Шауля, любила Дауда. И они рассказали Шаулю, и дело было в его глазах. И сказал Шауль, «Позволь мне отдать ее ему, и пусть она будет для него сетью, и рука филиштимлен будет против него». И сказал Шауль Дауду во второй раз, «Стань мне сегодня зятем». И приказал Шауль своим слугам, «Поговорите с Даудом мягко и скажите, «Вот, царь, доволен тобой, и все его слуги полюбили тебя. А теперь будь зятем царя». И слуги Шауля произнесли эти слова вслух Дауда. И сказал Дауд, «Неужели тебе кажется незначительным быть зятем царя? Ведь я человек бедный и малопочитаемый». И сказали ему слуги Шауля, сказав, «Дауд говорил так же, как эти слова». И сказал Шауль, «Скажи Дауду, царь не желает никакой платы за невесту, кроме ста крайних плотей филиштимов, чтобы отомстить врагам царя». Филиштим. И его слуги передали эти слова Дауду. И Дауду было очень приятно стать зятем царя. И дни не истекли. И встал Дауд. И пошел он и люди его. И поразил двести человек филиштимлян. И принес Дауд их крайнюю плоть. И они поставили их перед царем, чтобы стать зятем царя. И Шауль дал ему Микаля, свою дочь, в качестве Ашаха. И увидел Шауль. И узнал, что Юах был с Даудом. И Микаль, дочь Шауля, полюбила его. Тогда Шауль еще больше боялся Дауда. И стал Саул врагом Дауду. Во все дни. И князья филиштимские вышли на битву. И было так, что всякий раз, когда они выходили, Дауд поступал мудрее всех слуг Шауля. Так что его имя стало очень драгоценным.